Всем снова привет, друзья, с вами Кирилл Крайсёв, он же Ангел. Привет, Кирилл. Привет всем. С вами Слэмчик, и мы смотрим, друзья, в Майндспортс Фестиваль, ЕСА Гейминг против Фэри Геймс. Пока что счёт по картам 1-0 в пользу ВГ, но может ситуация поменяться, поэтому будем этот исторический момент пытаться запечатлеть. Итак, ну что, начнётся всё с ножей. Ну что, Кирилл, давай профессиональное мнение профессионала об Инферно и стороне нападения и защите. Расскажи нам вот свою точку зрения. Равноценные стороны, то есть схожая ситуация с 1-6, что за одну, что за вторую сторону, конечно, можно брать много, но если команды равны и хорошо подготовлены, то Дефенс... Дефенс берут 10. Ооо, вот эти звуки террористуин, ееее. Ну и поляки, видимо, будут брать сторону Дефенс, если я не ошибаюсь. Так, ну что, стей или швич, вот ждём сейчас мнение. Не то что мнение, ждём решения от ЕСЦ. Свич, свич всё-таки. Свич, решает свич, ну да. Логичное решение. Для них. Ну, нас же выиграли, давайте за защиту попробуем. Мне интересно только, от чего они отталкиваются, когда вот пытаются. Выбрать? Да. Есть много переменных, как бы, которые на это влияют. Ну вот да, именно переменные важны. Переменные, первое, как бы, какая из сторон сильная. Во-вторых, какая из сторон сильная у соперника. В-третьих, есть такой нюанс важный, то есть, за вторую сторону нужно, как бы, тащить обычно, да? Ну да. И удобнее это делать за атаку, когда можно делать бай на 3000 денег, да, на 3200, да, ты можешь скупиться, ну, в ситуации, когда понимаешь, что можешь сломать сейчас экономику, и по счёту за первую сторону это важно. В общем, тебе это не нужно знать. Нужно, нужно, почему бы и нет. Ну ладно. Знать нужно всё, на самом деле. Всё-таки я эту игру комментирую, хочу не разбираться, хоть где-то, в чём-то как-то. Хоть в этой игре, да, в прошлое не вышло. В прошлое не вышло, надо в этой попытаться, да. Ну ладно, посмотрим. Тогда буду тебя информировать. Буду впитывать, как губка, и пытаться запоминать это всё. Прямо ух, ух. Не, ну чё тут разбираться, берёшь, покупаешь пушку, идёшь, делаешь минус 5, всё вот. Так, ну вот поляки, по-моему, сейчас будут очень-очень долго обсуждать, чтобы... Посмотри, чё Кенни сделает. Тут прямо так... Заработал себе тысяч 7. Да-да-да, так поляки развались. А сколько, кстати, за убийство с ножа? Тысяча даётся? Полторы тысячи. Полторы тысячи? Да. То есть теперь издевательство можно прикрыть жаждой денег. Ну, в принципе, да. Как бы. Нормальная отмазка, на самом деле. Почему вы издевались над своими соперниками в этом групповом этапе? Ну, потому что нам были нужны деньги на девайсный раунд. Поэтому мы зарезали всю вражескую команду, да? По очереди, да, в каждом раунде. По очереди и дали. Так у вас же было 16 тысяч. Ну, мы очень жадные ребята. Ну, мы же команда из Израиля. Для команды из Израиля подойдёт. Ну что, смотри, первая пистолетка. От Existence. А тут, смотри, на мид поляки решили пройти. Пошёл сразу же... Поджим мидл. Два банана, два мидл поджали поляки. Existence отфлешивает из ямы эту всю движуху. И будет быстро проходить по коврам. Да, но тут уже Кубин... Ой, Кубин Лурд уже на контроле. Паша минус 5 хп, минус 5 хп у Таза. Ковры не прошли. И в ВГ, по-моему, сейчас попытаются выйти. Ригеймс грамотно делают. Они показались втроём, вчетвером наложенным и отходят в яму. Но поляки, вот Кубин и... Кто это у нас там тоже в упоре на банане стоит? Нео. А, не, на банане, наверное. Кубин и Нео. Они стоят. И вот очень много от них сейчас будет что-то зависит. Как они успешно перестреляют в упоре. Но тут ещё смотри, тут ещё мид открытый. Как бы надо вламываться в аркаду, пытаться что-то делать. Очень плохо, очень плохо перестреливают. Ну, РПК здесь помог немножко полякам. Мы на миде граната от НБК зарешало, убрали 20 и поляки идут в пуш. Вот сейчас посмотрим, как сыграет. Здесь по факту уже, можно сказать точно, что лурт основной звеной. Один в один ситуация, дефузов нет. А, РПК играет агрессивно. Ой-ой-ой, хорош лурт. Не дал пройти на хелп. Ну, скорее РПК хорош, потому что выбежает. Он знает дичел, он понимает, что у него есть время уйти. И, как бы, должна быть инфа, что дефузов нет. Исходя из всех этих переменных, лучше было бы, конечно, убежать в боковую и разыгрывать раунды таймингов. Ну да, но тут РПК был уверен в себе. Хотя он, видимо, понимаешь, он бомбу поставил так, чтобы с хелпы ее, видимо, было видно, да? Попытался уйти туда. Ну, или из банана видно, из хелпы, из бунта, вариантов много. Ну, зачем он, конечно, вот остановился, развернулся, постреляться? Наверное, хотел просто ваншотом дать. Да, может просто Варик Геймс после первой карты чувствовать себя крутыми. Может поляки сейчас поставят их место? Кстати, да, кстати, да, вот эта тема, она на самом деле опять вот только с опытом познается. Кстати, обратите внимание, опять деглы и гранаты. То есть настолько они себя крутыми чувствуют, что берут бай полноценный во втором раунде после поставленной бомбы. Оставляют себе, ну, там по тысяче денег, так, на черный день оставляют. Минус от таза, тем временем. Ну, я не думаю, что здесь еще что-то ВГС могут показать. Правда, у них, смотри, граната вот есть и... Ну, неправильно играет ЕСС, стреляются на центре, отдают девайс просто так. Почему бы не отойти игру? Нет, девайс еще не отдали, здесь за девайсом будет присматривать лурд, как я понял. Ну, его как бы отдали из своих рук. Неважно, подберут нет, но его отдали. На коврах машнят сейчас позицию лурда. 4-4. Есть закидка, возможен выход B. Там кто у нас агрессивно играет на банане? Это... Уже никто. Уже никто. Ну, посмотри, в принципе, на миде сейчас находятся игроки команды ВГС. Может быть, под флеш попытаются выйти B. Нет, банан выбивает вместе ребят, а нео получает инфу и стягивается. А тут мид не стоит идти. Хотя, смотри-ка, вот странно, что они идут мид. Почему? Наоборот, они развели занятие банана, что стянуло второго игрока на B. И не знают, что заходит на двоих километров. А что они кидали на B, чем развели? В начало банана кинули гранату, то есть человек, который играл на чек, он должен был отойти после этого. Ну, а здесь уже вот Двайс успел подобрать. Сейчас НБК попытается его реализовать против больших песков. Там у нас один играет лурд, и у лурда уже сложная ситуация. Он пытается вжимать минус НБК. Есть отлично, 21-й не прошел. Ну, 4-3, бомба руки. С Двайсом все еще действует ВГ. Но вот в планете я таз обломал им это счастье. Остается последний экзистенс, который протаранил с Б на хелп. И смотри, что делает. Бежит с ножом на Нео, на него по нему стреляет такой. Ну, беги, беги ко мне, моя радость. Ну и добиваюсь. Ну, ешь, вместо бая во втором, теперь у ребят. Теперь у ребят, по-блину. Я, кстати, напомню, что команда Вэри Геймис феерически сыграла Инферно в рамках DreamHack'а против команды НИП. И взяла целый один раунд. Так что здесь... Играйте за атаку, да. Да, играйте за атаку. Не играйте... Не, а там ВГ играли за атаку, они начали за атаку. Я же говорю, кстати, за атаку взяли один феерический раунд. Это жесть. Ну вот, не знаю, получится ли у них здесь больше взять. Очень хорошо они поиграли, я смотрел эту демку. Хотел понять, что же пошло не так у ребят. Ну, просто они поиграли на максимум за дефенс. Очень грамотно, мне очень понравилось. Мы теперь тоже так играем. Как же себя-то не похвалить. Конечно, это... Нет, себя только результаты хвалят. Ну почему, почему только результаты? Не только результаты. Это выпендреж называется. Нет, почему выпендреж? Себя хвалят разные ситуации. Так, ну вот здесь пока что, смотри, ковры увидел. Раз. Сразу поменял позицию. Тут, по-моему, будет выпад на 20 сейчас играться. Вот от всей вот этой вот движухи, которая в люльке. Либо они развернутся и пойдут на Б, потому что Экзистенс никакого чуда с дуги не дождался. Да, это Б, скорее всего. Хотя оставляет он БК. Ну, разводящий вас... Не, 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 он с бомбой, он с бомбой. Ой, флешмит, Экзистенс, умел уйти на второй. Странно. Заняли банана, отбили, опять медленно играют. Они натопали на банане, понимаешь, там сейчас все было слышно, бомба упала, все, здесь уже контроль медали. Упал Экзистенс. А, Экзистенс. Да, заход Б, размен. Хилпа должна здесь уже зарешать, по сути, да. Ну, само, вот поляки как-то не характерно для себя играют. Вот отдал кубин девайс, просто на ровном месте. А может они просто сейчас находятся, знаешь, в таком подвешенном состоянии, не понимают, стоит ли им перестраиваться, играть по-старому, играть по-новому. Может они просто пытаются подобрать какой-то оптимальный стиль игры. Ну, я не думаю, что поляки такие ребята, которые будут это делать посреди четвертьфинальной игры, да, второй карты. Я думаю, что они будут продолжать гнуть свою линию, а проанализировав дома, возможно, что-то поменяют. Так, вот дым-то куда здесь залетел? А, дым вообще нормально лег просто под березу, странно. Ну, не долетел дым до дуги, здесь, кстати, изоляция дымом также от атаки, на медле лежит дымок, и Паша сейчас в этом дыму ничего не видит, вообще ничего. А французы играют через второй медь, смотри, медленно. Будут занимать ковры. Там НБК уже на винте простреливает темный. Простреливают упор винта. Потушили молотов. Слышал, ну, был звук, я только не понял, где, по-моему, на банане. Оп, ВГ, кстати, сейчас уже знают, что с банана возможен поджим, там сейчас пострелял так нихреново, я бы так сказал, даже Кубин. Глубоко отошли ЕСЦ, вот занялась главка. Все, главку отдали, знают о коврах. Знают, да-да-да-да-да, знают о коврах, все, вот, влетает в ковры дым сразу, изолировали НБК, он не может открыться, дать какую-то инфу по сигарете. По пленту, ему нужно будет уходить. Видимо, это сейчас будет какой-то контакт на, и, скорее всего, стяжка подбор. Не, он на 15-ти атакует. Опс, минус, экзистенс, отлично. При том, что он еще двух игроков нападения там видел. Минус от таза в паре, забирает 20-т. Лупость, лупость, и Вэри Геймс вышли на ребра и тусят. Вот им надо было разворачиваться, уходить, Кенис попытался открыть, а по большим пескам не вышло, не хватило влево довести. Дается дым 15, и уходит Вэри Геймс уже с катастрофическими потерями. Ну, вот, на самом деле, они реально могли дать минус там на 15, либо после минуса НЕО надо было сразу валить, как бы. Заход на Б вот втроем, Кубин уходит за 3 спокойненько. Они убежали, убежали опять. Вот тусня, вот эта вот бесперерывная тусня от Вэри Геймс. Видимо, все-таки нет не столько заслуга, да, в счете 14-1 в Вэри Геймс. Тут сейчас будут занимать дугу поляки, походу. Ой, вот ТАС начекал сейчас дерево, время кончилось, все, пошел пушить, и... Ну что, неужели все живы? Ох, минус 2, отлично, не дали засейвить. 4-0 в пользу ЕСЦ. Боже, как они сыграли мрачно. Теперь по нулю денег просто у Кени и у Смита. Да. Не, ну слабое место команды Вэри Геймс с карты до Инферно. Атака на Инферно, однозначно, да. Просто, знаешь, вот не видно смысла, не видно целей какой-то. Вот они забежали на ребра и бегают по ним. Вместо того, чтобы, да, проявить инициативу, смотаться на Б. Да, ну даже не смотаться на Б, знаешь, а какой-то заход сделать. Не раскидывают со второго медла, кстати, ничего, обратите внимание. Вот если взять там ту же команду Экстенсив из Франции, да, они играли... Да, да, которые очень неплохие раунды против Вэри Геймс играли за атаку. Да, и у них, тем более, еще очень-очень царские дымы со второго медла. Залетающие на, опять-таки, через верх. Да, 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 я видел. А здесь пока что 5-0. 5-0. И ВГ пока своей игрой показывает, что реально это у них слабая карта, сыграли Эко 3. Так, 5-900, 6-700, 3-7-5-0, 3-4. Ну, это бай, конечно же. Вот мне интересно, возьмет Кеннис АВП. Хотя Кеннис... Да, Кеннис будет брать АВП, отдает АК. Опять же, вот последние деньги тратят сейчас Вэри Геймс. И если еще один раунд у них не зайдет, то это, можно сказать, доминация поляков в первой половине обеспечена. Не, просто я думаю, что если уж ЕС себе наберут преимущество, они не такие парни, которые позволят... Да, вот я же говорю, поляки неплохо играют за Диффенс, очень неплохо. А Вэри Геймс... А Вэри Геймс я сказать не могу то же самое. И Кирилл отключает микрофон. Ну, звонит человек телефон, ладно, бывает, мы комментируем. Опять же, через скайп связались. Для тех, кто не понял, друзья, со мной вместе комментирует Кирилл Карасев. Он же ангел, игрок команды Virtus.pro. В прошлом профессиональный игрок в Counter-Strike 1.6. Выступал за команду DTS. И за другие коллективы еще. С Ашерова карьера началась, но это уже долгая история. Здесь врыв на Б, и, по-моему, Вэри Геймс сейчас очень-очень плотно получает таких вкусных няшек от поляков. Кубин минус РПК. Разыграл, ушел с Б3, минус Атлурда, ну и 2 в 4 ситуация. Говорит сама за себя, у Вэри Геймс огромные проблемы. Предсказуемо сыграли, на самом деле, французы, и они их четвером просто на Б приняли. О, сейчас будут тупку резать, походу. Не, не будут резать, там ВП дают возможность играть, но опять-таки недолго. Минус Аттаза, жирная точка в раунде, 6-0, минус экономика. Вся экономика просто. Хотят 3-700, 3-500, сейчас, наверное, будет какой-нибудь ультра-бай. Да-да, бай-бай решили сделать, ВГ Экзистент взял девайс. Или он просто как открывающий сыграет? Нет, ну у них как бы есть Галилы с арморами, или АК с первыми. Вот поляки, интересно, зачитают сейчас то, что там бай или нет? При счете 6-0 как бы всегда ожидайте бая. Это так, тем, кто играет. Только-только в CSGO. И в 1-6, и в Гоу, то есть при счете 6-0 всегда есть деньги на бай. Хоть и слабые, но всегда есть. Вариант возможно. Смотрите, здесь дуга, и минус Аттнео, отлично, с ВП перекрывает попытку выхода на дугу. Минусы к теннису. Заход продолжается. Заход на бай тем временем продолжается. Пытаются действовать агрессивно французы. Но, я думаю, здесь уже немножко другие планы у Кубина. Смотрим за ним. Что же происходит? Кубин белый за Б3. Нео у него на хелпе. Дает флешки через верх. Еще одна флешка на катушке. И французы встали на кафеле. По сути, они все белые. Отстреливают Пашу. Отстреливают Кубина. Минус Нео. Минус 3 от РПК. Да, два фрага РПК. Один фраг от Экзистенс. И Алику в руках у Экзистенс. Сложно будет сейчас полякам выбить Б3. Тем более, позиция за машиной. Трое красных. Трое красных. Он МПК. Постарикай позиция. Ну, если сейчас ТАС выиграет эту перестрелку. Нет, не выигрывает. Все. И МПК, в принципе, законтрил. Да. Вот сейчас бы Лурд было бы очень неплохо. Если бы он закрысил, да? И попытался парочку французов уйти на сейве. Убить на сейве, то есть. Ну, он это и пытается, в принципе, сейчас сделать. Только у него это уже не получается. Красного забрал, но вот Смитс тут уже был тут как тут. Парочку не вышло, но двоих тоже неплохо. То есть, если сейчас отдают раунд французы, у них, по сути, будет эко. Сейчас дропы должны раздать. И у них останется у одного нормальная деньга. То есть, их остальные должны быть не очень. Ну, и ИСЦ, слава богу, есть сейчас на бай. Вот тоже хорошая новость на самом-то деле. Да, у них еще достаточно на два бай даже. Так, ну смотри, вот уже который раунд, Паша и ТАС выходит на центр. Сразу злой, две флешки пытаются, видимо, крыть. Вот что они пытаются на миде сделать? Там есть дым? Нет, нет дыма никакого. Просто пытаются постреляться, у них это не выходит. А Эворигеймс в аркаду заходит на мидл. Да, но они открыли через 20. И вот сейчас все будет на лурде здесь решаться. Закроет он ковры. Нет, нет, уходит на второй мид. И на коврах его кроет. Он зажимает, минус НПК. Отлично, 4 в 3. Плент уже занят, плент, а уже занят. Да плент-то можно выбить. Плент не беда. Но большой авик. Сейчас посмотрим. От авика тоже, да, будет зависеть много. Я, наверное, все-таки включу автодиректор. Он тут работает нормально. В CSGO это радует. Так, смотри, Кубин будет сейчас давать флэш первую. Ой, Кубин лурд. А 22 заходят. Да, вот сразу красный остался пас. Тут с 20 стреляться. Очень-очень удобно здесь Смитсу. Отличные позиции занимает Веригеймс. И без шанса берут раунд. Ну, то, о чем я говорил. Очень сложно выбить у сильной команды. Плент. Очень сложно. Там, по факту, со всех сторон захода был перекрестный огонь. Основная, конечно. Да, да, да. На Б намного проще. Там меньше позиции. У меня проблемы с соединением какие-то. В скайпе или в... Нет, в КСе. Не, у меня нормально. У меня пока идут все. Я перезахожу. Но меня, наверное, дропнуло там в какой-то последний момент. Непонятно из-за чего. Но я сейчас перезайду и все будет четко. Опа. Ну и я здесь. Там, где надо. Но здесь, тем временем, 6-2. И французы будут пытаться брать третий раунд. Поляков последний бай. Это уже точно последние их деньги. Ну вот. И что-то у меня здесь с Худом произошло непонятное в CSGO. У меня ники не отображаются игроков. Ну что. Тут, как видим, сейчас будет прострел от НБК. И минус лурд. Печалька. Печалька. Ну, после минуса все стало понятно. Худ загрузился. Слава богу. Так, АВБ от Кенниса. Смотри, он пытается тут... Ой, Сбрян пытался отстрелить щелочку на дуге. В итоге открылся Нео с позиции за москвича и раздал. 4 в 4. Три на банане. Перетяжка идет под Б, где Нео не знает, где ему стать. Ну, а Нео там пока что... В открытую тусит. Ну, вот как-то идет стреляться. Нео увидел гранату. Все. Пошла флешка. Он увидел заход. Еще одна флеш на кафель. Ну, главное, первого убить. Ну, вот не убивает он первого. Остальных бы он мог, конечно, убежать. Разводного НБК забрали на центре. 2 в 3. Поляки, скорее всего, будут делать сейв. Или пойдут. Хотя у них в следующий раунд тоже эко. Все, бомба Б. Ну, да, это сейв. Засейвить два девайса. И Кубин в качестве отрезающего разыграет, наверное. С респы. Нет, нет. Просто решили. Просто засейвить два девайса. Уйдут в парный сейв. Не напрягать экономику французов. Что, кстати, было бы... Не лишним. Да. Что, кстати, было бы, кстати. Вот. Поэтому... Ну, по яркам, конечно, сложнее эти два девайса. У них будет бай, если они засейвят. Ну, давай. Ну, по деньгам. Да, стопроцентный бай будет. Не, ну, один... Три подряд от данных раунда. Это 3200, 2700 плюс. И два дропа. А будет? А, ну да. Ну, вот, два дропа, в принципе, они нарабатывали сейчас. Ну, тут смотри, еще какой момент. Надо же раскидку какую-то будет покупать. Давай посмотрим. Да, смотри. У всех есть полная раскидка и полная граната. Вот, два дропа и... Так, две флешки у пазы. Бурды я самого. Кубин, флешечка, дымок, гранатка. Даже дефуза. Да, даже дефуза еще есть. Ну, это вообще, конечно. У трех человек. Дым сразу же влетает сейчас на центр от Кубина. Быстрый. Давайте посмотрим, где он на кого изолирует. Вот опять вот Кубин вообще в курсе, что он дым кидает. Он даже до Медла не долетает. Он останавливается где-то вот здесь вот под дугой. И все. Смотри, здесь ковры три. Быстренько такие прошли, как Сайгайка. Лурт их не видел, естественно, из-за дыма. Зашли в люльку, посмотрели люльку, чекнули тупку. В темке никого. Потопали и ушли. Потопали на коврах. Что нет? И второй круг наматывает. Они, наверное, просто думают, что сейчас будет как ЕСС играть в каком-то, знаешь, таком агрессивном стиле после отданных раундов. Но ЕСС придерживаются, опять-таки, закрытых позиций. И это пока что помогает им. Ну, даже, наверное, слишком закрытых. Да, ну вот миды они, по-моему, пытаются принимать. Перестали, перестали читать. Они французы. Вот заход на Б, никакой информации по этой точке нет. И принимает один Кубин. Да, и туда опять ушло, уходит вот это веселое звено. Ой-ой-ой-ой. Не, ну сейчас будет трэш. Вообще, мид закрывают. Так, разводного убили. Поляки сейчас должны моментально зачитать. Да, вот хорошая флешка от Кубина. Ну, минус, минус, минус. Эх, опять не убивает первого заходящего. Resistance Open делает на Б. Не хватает. Тут какой-то стрельбы, что ли, полякам. Не могу понять. Да, да, да. Там еще флешка, знаешь, такая тайминговая от Кубина полетела, когда как раз трое находились на входе. И она упала прямо там в кафеле, в углу. Убрать первого, падает бомба. Все, остальные просто будут на этом кафеле суетиться и пытаться что-то сделать. Ну, тут не такая флешка, как в Один-Жильзе. Она далеко не моментальная. Сейчас будет опасное убивание от ЕСЦ. И оно реально будет опасным. Ну, вот уже начало. Не особо хорошая позиция. Дэк погибает, но у остается один в живых с церкви. И пытается божить. Минус один есть. Ну, бомба сильно начинает пищать. Но, в принципе, думают, что его обходят. И, наверное, попытается засейвить сейчас свой кольт. Да, взрывается бомба. Печалька. Ну и 6-4. Смотри, ВГ пока по раундам дгоняют ЕСЦ. Вот поляки, конечно, ребята бодрые, смелые, но здесь их пока надламывают. Да, 6-4 счет наладили себе экономику французы. Что не скажешь о поляках. Да, у поляков... Которых все же бай, но уже с фамасами. Надо было на нюке тащить. Знаешь, чтобы вот... Если бы на нюке потащили, на инфернл уж точно бы раздали. Как бы я... Думаю, что так бы было. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что третья карта будет. Ну, я тоже в это очень сильно верю. Ну, а тем временем, Зетнейшн ДГБ. Первая половина, 9-6. Пользуя Зетнейшн на второй карте. Как я понимаю, там играется сейчас... Какие там вообще карты, надо посмотреть. Вторая карта ТБА. ТБА. Все еще ТБА. На Хелтиверге тут инферно. Здесь Трейн. Трейн вторая карта у Зетнейшн Майи ДГБ. Но... Но я надеюсь, что там будет третья карта. Если здесь не будет третью, там третью. Посмотрим. Да, 9-6 на Трейне. И 9 взяли Зетнейшн за Диффенс. То есть не так все хорошо, как хотелось бы. Да, но у Зетнейшн еще есть атака. Ниже плохих. Хотя вы их обыграли. Вы их атаку обыгрывали вообще в легкую. Если я не ошибаюсь. Ну, очень легкая, но 11-4... А, 11-3, 11-3, по-моему. Ну, не хуйраем. Ну, это был интернет. Это был интернет, да. Ну что, если пытаются сейвить и дают в Ригеемсом, по сути, пятый раунд сейчас. Да, и пистолет такой, знаешь, надают. Я там параллельно включил. Стрим какой-то. Ну, это 9-9, по-моему, да? Уже. Ну, фактически, да, 9-9, а тут очередной раунд за Ригеемс. Если что, друзья, вы можете параллельно смотреть наш стрим. И мы через CSGO зайти посмотреть на GOATV матч ZN MyDGB. Там GOATV и 1-1 в Ригеемс. Ну, а кто не хочет это делать, я буду держать в курсе. Да, да. Буду же лезть в стрим с авто этим директом просто без этого, без стримера. По жести. Угу. Ну, удобно. Удобно, да. Удобность. Если просто посмотреть матч, как бы, да, не напрягаясь. Там не ради удовольствия, а просто, чтобы быть в курсе. Чтобы ждать, да, на счет. Это полезно. Ну, а мы здесь вам, надеюсь, пока что доставляем радость и удовольствие нашим стримам. Ну, должны, должны брать поляки, наконец-то, свой раунд. Агрессивно вот начинают играть в Ригеемс. Точнее, продолжают. Втроем заходят на мидл. Вот этого поляки ждали. Ждали очень-очень долго. Но Кенни сносит таза. Идет безумное открытие на 15. Царк исправляет с позицией Паша. Он остается красный. 20 ковры сейчас будут пытаться напрягать в звене ВГ. 2-1, кстати, играли по точке. Ну, со всех сторон зажали. Правили плент. Не знаю. Продолжают. ЕСС играет закрыто. То есть, не пытаются принять французов, да, на каких-то приступах. Там, в коврах, может, засаду сделать. Может быть, поджим какой-то. Продолжают делать, давать делать французам все, что они захотят. Это, конечно, неприятный момент. И уже сравнялся счет. Ну да, да, и уже 6-6. Но тут надо сейвить. Давайте по-любому. Но здесь, посмотри, если до этого поляки пытались там как-то А выбивать, да, то здесь они даже вот когда отдали А, отдали, отдался, отдалась позиция на планете, они даже решили туда не идти. И, скорее всего, я думаю, не потому что делать сейв нужно, нужно, да. Потому что догнали, что ВГ все-таки не слабые парни, и встать правильно на АТО уж смогут. Ну, я думаю, что то, что они не слабые парни, надо было понять еще на прошлой карте. Не, ну на нюке, знаешь, нюк это, конечно, такое просто. Вот последние нюки в ВГ тоже заходили очень хорошо. Как бы... Да они на них нормально играли. А вот здесь вот уже все поинтересней. Инферно. Что, сейчас, по-моему, будут в пуш-дуги играть? Да, пуш-бен, эу-авик, и тут сразу дым от атаки. По-моему, этот дым стоит в тупике АВП, и еще одного парня на поджиме дымит. Ты, вот, пытался за Аркадий здесь товарищ Кубин, не вышло у него уйти с бревен от правой стенки. Ну и все, опять контроль дуги за ВГ, они идут туда на выбивание, и, по-моему, у меня опять все зависло. Да, это не только у тебя. Это, по-моему, пауза на сервере. Пауза. Да, скорее всего, пауза. Ну, возможно, тайм-аут от поляков. Ну, скорее всего, тайм-аут, и, скорее всего, после проигранного раунда. О, а The Nation-то взяли второй раунд, взяли бай во втором, и взяли этот раунд. То есть сейчас 10-8 в пользу The Nation и Эко у MyDGB. Ну и там будет третья карта, по-моему, да. Зарубку устраивают. Но опять же MyDGB, там что, Guardian, Капи. А вот вы играли с ними на праках, с MyDGB? В один, одну карту, по-моему, или нет. Я, честно, не помню. По-моему, может, ты играли, но я не обратил внимания, я сейчас не вспомню. Ну, окей. Окей. Ну, я, наверное, добавлю, что сейчас... Такс. Тайм-аут, да? Как ты думаешь, это тайм-аут? Не знаю, трудно судить. Было бы логично. Кстати, Слэм, вынужден буду тебя покинуть минут через 10-15. Да ничего страшного. Все равно ты хотя бы здесь дал нам расклады по нюку, очень хорошие, четкие. Открыл мне, например, как минимум взгляд уж точно на нюк совсем с другой стороны. Ну и... Это тебе огромный респект вообще за то, что ты согласился покомментировать сегодня со мной. Да не за что. В принципе, дела поделал утренние, можно было и... С тебя поржать. Ну и как, поржал? Так, слегка. Немного орева. Все-таки, все-таки 3000, да, фанатов твоих, я потом на улицу же не выйду. Сурово. Потом жди просто фотожаб каких-нибудь про себя. Фотожаб со стрима? Да нет, со стрима нет. Ну вообще, у нас иногда вот есть люди, которые делают фотожаб, а сейчас еще, знаешь, это гиф-анимация ВКонтакте появилась в комментариях. Все, там начался трэш-угар. Как бы... Всего этого. Так, ну я пока... Ну я пока могу сообщить результаты, там сейчас тут важный девайс на раунд. Давай! Отзенейшн против MyDGB, медленная атака на Отзенейшн и... Непонятно, непонятно, что у них получится. Выход нет, два открывающих, три открывающих минуса от MyDGB и... Ой, Эвилл минус два. Уже два в три ситуация. Ой, простреливаю. Ты уже комментируешь другую игру? Ну, грубо говоря, да. Нет, нет, с этой раунду ходят сейчас в копилку. А кто это, кстати, Словакия или Словенцы? MyDGB. Так, MyDGB, ну там три Словакия и два Чеха. Чеха и Словакия, короче. Все, я понял. Вкратце, это как у вас состав. Россия или Украина, у вас состав СССР. Вот если вообще... Вам даже флаг надо, знаешь, я думаю, на какой-нибудь из мальчей по-любому захерачиваю флаг Советского Союза. Мы уже делали, мы пару игр играли там неофициальных праков с флагом с СССР. Так это нормально абсолютно, что такого? Вот, но на Старладере скоро все уйдет в логотип, и будем стараться. Хотел флаг СНГ поставить, но он такой убогий. Игра продолжается. Я даже, кстати, не видел флаг СНГ и надеюсь, что не увижу никогда. Игра продолжается в Ригеи. Да, 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 я тут, я все вижу. Ну что, тайм-аут, видимо, закончился. Сейчас я думаю, что так, минус от Нео. 4 в 4, смотрим Дугу. На Дуге медленно. Ой, там сейчас в аркаду будут на Дугу врываться. Паша под флешку в качестве агрессора играет. Минус бомба, есть Дуга. И это, наверное, был тайм-аут все-таки не от поляков. Или не тайм-аут вообще. Да, но понимаешь, тут вот этим раундом, я думаю, сейчас, если его ЕС... Да, ЕС его возьмут. Ну тут Паша, бедняга, вообще не знает, не знает, как тут, что тут с Кеннисом сделать. Тот стоит, балуется. Трип-2, ну и Кеннис последний остался. Ну вот если сейчас Кеннис потащит раунд, у меня на него... А, он повис, он повис, походу. Да, видимо, вот... Не, не повис, не повис, он в яме себе бегает, просто переключиться на него не получалось вначале. Да, вот теперь уже можно. Ну что, у него-то ВП осталось. Не, поляки этим раундом, этим выходом на Дугу должны были сейчас понять, что и в регеймсе ее занимают достаточно близко и стараются сразу подойти в начале раунда туда. Это как минимум какие-то выводы. Ну там лежит бомба, че, и три игрока Дефенса спокойно ее контрит. Да 10 секунд Кеннис сэвит. Да, у Кенниса никаких шансов. Но его даже еще успевают с респатом посматривать. Ну все, 5 секунд Кеннис респ, сэйв ВП у Вэри Геймс, плюс один раунд уходит в копилку команды ESC Gaming, но им тут надо, конечно, давить. Но, по-моему, в ВГ, знаешь, они взяли вот... Да, вот выкинула Смит-то. Ой, была пауза из-за этого. Была пауза, и сейчас Смит, наверное, явится обратно. Перезапуск матча. Ой-ой-ой. Перезапуск матча? Ничего себе. Офигеть. Ну, сейчас, наверное, его восстановят. Вот. Да, все. Продолжается встреча. Вот, смотри, вот раньше на Hell TV надо было тебе сидеть и передолит эти 90 секунд ждать. А здесь как, все быстро, да? Да, да. Просто хоп, и матч вернулся снова. Нет, там самое очень хорошо, что Valve работает над игрой, улучшает ее. То есть те вещи, которые, как бы, с которыми в 1.6 мы уже давно смирились и даже не обращали внимания, хотя такие вот, знаешь, легкие моменты для исправления были. Тут... Тут фиксится сразу. Да, да. То есть те же восстановления денег, да, сколько было ссор, сколько было машины, сколько было раскладов, да. Ну, а Counter-Strike, опять же, тут надо помнить, что Counter-Strike, понимаешь, вот правила в Counter-Strike, движуха в Counter-Strike придумали не Valve, а люди. Ну, да, да, да. Valve просто сделали мод, а люди уже сами из этого мода сделали то, что они хотят. Нет, люди сделали... Как раз Valve сделали Half-Life, а люди сделали мод. Да, и сделали киберспортивную дисциплину, при том, что топовую. И самое главное, что вот у этой игры шансов очень-очень много сейчас. До сих пор по распуг, кстати, бегают французы. Походу, их замашнили. В смысле замашнили? Ну, не знаю, вот поляки играют себе дефолт, а французы бегают по РСПу и ругаются, или обсуждают, или машнят судей. Там какой-то перезапуск матча, или что? Нет, 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 все нормально. Ладно, прости меня, пожалуйста, мне пришлось СМС, что ко мне подъехали, а я вынужден покинуть их... Ну, хорошо, спасибо тебе. ...почисленную аудиторию, да. Спасибо тебе в любом случае за эфир. Тебе спасибо, все, ребят, всем пока, удачи ESM и за наступающих трудных матчах. Все напишем спасибо Кирилу Карасеву, и надеюсь, что увидимся уже на Старладдере, на их матчах, на матчах команды Virtus.pro. Ну что ж, здесь пока, как видим, все еще пауза стоит в матче, и как бы в Эри Геймсе неясно, что хотят делать. Счет был у нас 7-6 в пользу ESC, и Neo пишет сейчас, that's why I said... Так. Тут что-то связанное с Ирконом, да, вот тут он БК ответил. Пым-пым-пым. Ну, наверное, они сейчас попытаются восстановить матч. So we say continue. Start money by Zerkone. Он пытается решить проблемы игроки, видимо, сами на турнире. Ну ладно. Я, в общем, что хотел сказать по поводу Вэри Геймс, вот почему ESC сейчас возникнут сложности, и очень большие сложности. Вот если, например, команда NIP разорвала Вэри Геймс и не дала им взять ни одного, ни один раунд за атаку дали, а не им взять, то здесь в ВГ взяли аж целых 6 раундов, и счет-то как раз близится к тому самому дефолту, нашему любимому, да, 9-6. А 9-6 это такая, знаете, сложная ситуация. Очень сложная ситуация. Во-первых, для ESC. Во-вторых, для их болельщиков. Их болельщики, конечно же, не горят желанием сейчас смотреть вторую половину, но я жду здесь продолжения банкета. Continuum пишет у нас Кубин, и вроде бы сейчас будет лайф, если не ошибаюсь. Либо они там накосячили с матчмейкингом, и, не знаю, с этим ботом, который сервером управляет. Либо что-то еще. Неясные какие-то парни. Пока что, друзья, немного рекламы. Будь с нами в ak.com.sl.sl.tv Подписывайтесь на официальную страницу с новостями лиги StarLadderTV. Там публикуются анонсы матчей Star серии, там также вы можете в видеозаписях найти. Все записи трансляций, которые происходят. Все записи трансляций матчей, которые играются на StarLadderTV Star серии. Все они выкладываются там. Также подписывайтесь на Facebook, кому удобно. facebook.com.sl.sl.tv Там пока что сыренько, конечно. Народу мало лайкнуло, но я знаю, что... Я не то, что знаю, я вам скажу, что народу будет уже, наверное, на следующей неделе больше. Разов три, как я только займусь вопросом. Потому что, наверное, на следующей неделе я попрошу всех проигроков, фактически, которые есть в Facebook, у которых есть страница, лайкнуть нам этот пейдж. Лайкнуть нам эту лигу. Ну и все будет здорово. В основном там движуха по водам. Ну и Facebook будет, скорее всего, у нас он для англоязычной. Может быть, нет. Нет, все-таки восстановили, восстановили эту систему. Ну что, друзья, 76. Там, видимо, какие-то технические проблемы были. Но это нам уже не важно. Нам важно, чтобы ребята из ESC сейчас сделали эту карту в свою пользу. И вот тогда нам будет очень-очень интересно смотреть полуфинал. Просто в ZN-то я верю. Я верю в то, что они пройдут в полуфинал. А вот у команды ESC здесь очень опасный соперник. Но если WG упадут от ESC, это будет, конечно, прикольно. Ладно, посмотрите. Пытались сыграть быстрый мид. Сейчас игроки польского коллектива вдвоем вышли. Почекали. Там, кстати, дым упал. Дым упал после чека. Опять же. С дымом здесь немножко WG припозднились. Но играют они один из раундов, который уже показывали. Играют под А. На этот раз с предварительным прокидом. Вот после этой флешки слишком рано начал стрелять. Сейчас лук, на самом деле, спалил свою позицию. Ему стоило бы подождать. Но увидим то, что бомба у RPK. Поляки, кстати, обратите внимание. Сразу взяли, поджали дугу. И только после этого решили отойти после поджима. И не особо длительного выжидания. Так, готовится раскид ковров. Раскид двадцатки. И, по-моему, это прорыв 15. Да, RPK будет в звене. С кем он в звене играет? Да, в звене с большими коврами. С выходом на большие пески. С ковров со Смитцем пытался разыграть. Но там Смитц тоже закрыли. Таз великолепно отыграл Плант. Последним остался Кеннис. Но ему здесь выдохнуть, наверное, не дадут. У него, конечно, на ВПМ попытается с ним засейвиться. Что вполне вероятно и очевидно. Для него такой девайс надо сейвить. Ну, вот на сейве он дает первый минус. И его сразу же здесь закрывает товарищ Лур. Что-то становится 86. И у Вэри Геймс вроде как по деньгам сейчас будет. Нет, нет. А, есть провал по деньгам. Там бай только у одного парня. Ну да, на 9-6 поляки, в принципе, здесь вылетают. 9-6, опять же, ребят, это дефолт. Тем временем ZN обыгрывает команду DGB со счетом 13-11. Пока еще на карте Детрейн. Я буду надеяться, что они возьмут эту карту. И если здесь будет 2-0, то... Нет, там третья карта просто уже сейчас начнется. И там, по-моему, игра по агрессивной. Но здесь были технические проблемы. Ладно, давайте смотреть. Последний раунд в Вэри Геймс. Есть Акау Кенниса, есть АВП. Нет, они купили девайсы. И, по-моему, играют без арморов. Нет, вторые арморы. Ну, откуда ж... Откуда ж они деньги на них взяли, непонятно. Ладно, пошел в рифм АВ. И здесь Кубин сразу же закрывает в упоре. Кеннис дает размены. Это, по-моему, фулл Б. Да, это фулл Б атака. Одного НБК оставляют на меде, чтобы он сыграл в качестве разводного игрока. Он уходит опять же с меда, будет запирать дугу. Здесь нереальный хедшот ставит через дым ТАЦ рандомом в дым. Такой спам-прострел был жесткий. С бомбой пытался залезть сейчас Кеннис. Но вот Паша его здесь казнила. Минус 3 от Паши в конце первой половины. Суровая, с катушек. Эх, результат так результат. Вот оно такое, друзья. Ну, мне все-таки кажется, что второй половине ВГ, если пистолетку не берут, то у поляков появится вообще уникальная возможность сыграть 1-1 по картам и на третьей карте уже попытаться раздать. Опять же, почему болеем за поляков? Если поляки здесь проходят в полуфинал, то, разумеется, там появится шанс у ZN обыграть ESC. Но это будет возможно. Это будет возможно опять за счет разных школ игры. А если в ВГ здесь уже бьют поляков, попадут на ZN, то там у ZN шансы значительно уменьшаются. Но российскую команду в любом случае хочется видеть в топ-3. Кстати, матч за третье и четвертое место, наверное, будет играться завтра. Сегодня еще будут полуфиналы. Вот первый полуфинал стоит на 16-45. НИП против команды Байкей. Второй полуфинал, наверное, начнется чуть попозже. Но НИП Байкей, он неинтересный. Вот опять же, второй полуфинал будет интереснее, чем НИП Байкей. Тут все понятно, НИП 2-0, а вот ВГ ZN, либо ZN, либо ДГБ. Нет, все, ZN должны взять. Должны взять. Но я здесь жду смены сторон. Пока статистика, кстати, за первую половину перед вами на экранах. И тут 12 на 6 наиграл у нас Лурд. Где он убивал на 12 на 6, я не знаю. ТАС 14 на 6. Нео 12 на 7, 12 на 8 Паша. Ну и мы ждем второй половины с нетерпением. 15-11. Ну все, друзья, ZN сейчас возьмут вторую карту. А я вас покину на минутку, но сейчас прибегу. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, ну что, врываюсь к вам. И давайте смотреть. ЕС в атаке. Первый пистолетный раунд. Играют, как я понимаю, через мид. Кеннис, большие пески, так, большие пески Смитс. Кеннис, ковры. 3B over games. 3B, 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 3B. И они, наверное, сейчас попытаются играть в поджим. Они вроде 3B играли против команды NIP. Но это все закончилось феерическим провалом. Потому что один сыграл в аркаду. И остальные игроки просто не справились с пушем на B-Plant. Тупо была перестрелка. Вот сейчас поляки очень сильно рискуют. Медленно продвигаются под B-Plant. На чек играет Existence. Обратите внимание, сейчас Existence просто может убить. Их тут двое, двое, двое. Оба в тупке. Тут проходит N5. Existence гибнет. Минус от РПК. Минус еще от РПК. Вот 3 в 4. 3 в 3. Да, дают размен поляки. Проходит на 2B. РПК пытается отбиться. Его разменивает моментально. Лурд. И 2 в 2 ситуация. Паша плюс Лурд против Кенниса и Смитса. Ну вот Кеннис очень сильное звено команды. Так как игрок с АВП. У него еще и П-250. Который как раз таки с патроном мочит в голову. 1-1 по плантам остаются игроки защиты. И поляки сейчас будут решать, что же стоит им предпринять. И что же стоит сделать. Ну вот Паша на меде как-то агрессивно стоит. Но времени 26 секунд. Здесь в принципе ВГ понимает, что они уже не угадают. Точно. Ну есть шанс не угадать точное направление атаки. А тут хотя бы будет размен. Сейчас будет флеш. Одна на дугу, которая поляков может спугнуть. Она еще и на тайминг играется. Смитс видел. Видел. Выход. Но Смитса коцует. Все. Можно проходить. Ложится дым. Хелпа. Вторая флеш от Смитса не заходит. Бомба будет ставиться в катушках под дым. Под дым ставится. Гранаты еще вылетают под Смитса. Вообще великолепно парня заманцевали. В кафель у нас упал игрок атаки. Это Паша тусуется в дыму. На выбивание выходит Смитс. Минус Паша. Но тут уже он знал куда упал его оппонент. И опасная ситуация у Лурда. Минус один дает. Здесь Лурд. Но он понимает, что манцеваться долго не сможет. Надо выходить. Убивать и ставит. Ставит каску. 10-6, друзья. Первая пистолетка за командой ЕСЦ Гейминг. Они прорывают. Прорывают этих пацанов из Франции. Которые пока что лидируют в матче против ЕСЦ на одну карту. Такая пистолетка. Просто вообще кроваволок крути. Вы видели? Вы видели, как он манцевался? Долго-долго. И в последний момент ему подвезло выйти на стрифе налево. Попасть в голову. И поляки-красавцы. Поляки-красавцы. Игра продолжается. ЕСЦ. Выпад мид. ТАСС. Выпад дуга. Ну вот сейчас самое главное не рисковать и пытаться держать защиту на дальних дистанциях. И в принципе поляки это и делают. Остаются у Яма на втором медле. Опять же закрытые позиции нападения. Хотят они, чтобы Дефенс проявлял инициативу первым. Ну и у VOD Games, кстати, тоже есть свой план. У них перекрёст ногой 15-20. Так, дуга Аркада Экзистенс. Но почему-то напрямую никто не хочет с ним стреляться. Скорее всего боятся раскидки. А, они боялись того, что из-за москвича Дегл выйдет. Но москвич вроде взорвали и там никого нету. Поляки, кстати, сейчас теряют время. Теряют время. Уже где-то 30 секунд потеряли. Тут уже стяжка на B пришла. Но поляки это, естественно, знают. Ребята не глупые. Это логичное действие от французов. Оно зачитано здесь просто на 5. Ну и ЕСЦ будут выходить сейчас на ребра. 2Б у VG. Ну и, по-моему, все через 15 попробуют попасть в плент. Это может, в принципе... Ну вот Смитца они уже спугнули. Но опять же, знаете, вот этот Дегл, он сейчас здесь может казнить. Казнить очень-очень плотно. И вот из Дегла первый промазал. Пытается стреляться. Здесь Смит сдаёт просто рандом. Его сразу, естественно, забирает в библе. Отличный опен фраг. Минус на двадцатке. Единственный размен от НБК. Застал врасплох Пашу. И второй фраг тоже от НБК. Между прочим, он остаётся 1 в 3. Забирает АК и будет играть с библы. Он пытался здесь сейчас кубин дать прострел. Баговые, которые, по факту, уже должны были Valve зафиксить. Достаточно давно. Наверное, после первых хайлайтов от жёсткого шведа. Когда тот прострелом давал минус 3 в точке. Ну и... Ну и всё, в принципе. Тут бомба стоит. Что ж, она взорвётся. У НБК останется АК. Фигово, конечно, что после первого пистолетного на втором ЭКО не получилось сыграть без потерь. Отдали один девайс. И достался он НБК. Но опять же, посмотрим, что с ним будут делать французы. Просто там денег. 2 800, 2 900. Это вполне по силам купить деглы. Но вряд ли будут рисковать так в регейме. У них критическая ситуация. Если посмотреть на счёт. 11-6. Одна карта, конечно, за ними. Но ЕСС после первой пистолетки здесь просто... Они просто обязаны. Обязаны затащить. Тем временем команда Зетнейшн обыгрывает команду... Маги Джи Би. Со счётом 16-13 будет третья карта. Ещё в одном четвертьфинале, который мы с вами пропускаем. Опять же, потому что здесь заруба нехила. И я, конечно, понимаю, что Зетнейшн стоит поддержать, посмотреть их матч. Но здесь я хочу верить в поляков. Прямо на все 100. Просто здесь реально... Здесь битва, понимаете, разных школ КС. Паша, кстати, один... Паша, кстати, не настолько олдовый игрок, как все его считают. Не настолько олдскульный, как многие думали. Паша, на самом деле, в ЕСЦ был приглашён. Для этого выступал с другую польскую команду. В ЕСЦ долго думали, оставлять его у себя или нет. Ну, как видим, оставили. И сейчас уже... Ну, сейчас новое время. Сейчас это, по сути, как бы новая команда. Главное, адаптироваться. Адаптироваться. Ну, или, как Ангел говорит... Грамотно перестроиться. Ладно, что ж. ЕСЦ будут рвать Ась, Плэнт. И оставили одного НБК на Б. Ну, Девайс, на самом деле, вот, ВГ логично расположили на Б Плэнте. И вот сейчас ЕСЦ рискует попасть в Перекрёстный Огонь. Да, попадают. Попадают они в Перекрёстный Огонь. Минус от Паши. Но здесь уже красный Нео. Идёт сейчас Натан на хелп. И этот АК может зарешать. Ну, вот, смотрите, тут с пистолета пытается кто-то стреляться с арки. Натан обходит. Смитс убивает. И поляки в сложной ситуации. Нет, большие пески убили. Всё, можно разыгрывать. Натан против Нео. И Нео без шансов увольняет НБК. Сейчас будет попытка казнить Экзистенс. А, тут бомба ещё в арке легла. Ха-ха. Кубин забрал на 17 секунде эту бомбу. Она, оказывается, там валялась долго-долго-долго. Вот по поводу бомбы, конечно, у меня есть пара предложений, чтобы они сделали её как-то, ну, не знаю, супер видимой на карте. Сейчас, конечно, она стоит. Но вот когда она валяется, её не видно. Когда она у игрока, её видно. Вот когда она падает, её, опять-таки, незаметно. Ну, наверное, они ещё не прорисовали картинку к этой бомбе. Когда она просто лежит. Но я думаю, пофиксит. Сделают нам фулл оформление. Так, тем временем я сейчас забаню одного парня с Ником Кист. Забаню я, кстати, его пожизненно. И больше он не зайдёт никогда на кибер-арену. Так. Никогда. Потому что нафлудил. Ну и народ в чат кибер-арену ТВ заходит потихонечку. Всё, можете врываться, дядя Федя, а там... Ой-ой-ой, народу в чат валилось. Да, друзья, я читаю чат параллельно. Вы просто там не общайтесь друг с другом. Это меня как-то напрягает. Я, конечно, понимаю, что у вас вопросы какие-то, наверное, были. Но лучше бы вы общались друг с другом, обсуждали. Ладно, давайте смотреть. 12-6, 6 раундов преимущества есть у команды ESC. В Ригейм сейчас будут пытаться... Так, игра с дуги очень агрессивная. Снова три дуга, как в первой пистолетке. Они пытаются показать, что они крутые парни. Встречает их здесь один павлик. И на павлика... Ох! Минус Паша есть. Пуш три дуга. Два поджим ковры. И Лурду нужно дожидаться здесь экшена. Но Паша зато сейчас мог дать очень-очень ценную инфу о том, чтобы было 3B. И, конечно же, ESC будут просто ждать подъямы и не спешить. Медленная игра также через трой мидл. От поляков. Ну вот, тут заготовка интересная. Посмотрите, Кеннис на какой позиции с АВП играет. Если эта позиция нерискованная, то уж точно безумная. И непонятно, чем это дело может здесь закончиться. На миде, как видим, остаются игроки команды ESC. По-прежнему Яма. Ну, это вот основное звено, которое будет открывающим. И сейчас будет минус от Кенниса. Да, знал, 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 что на шефте будет выходить Лурд. В итоге спокойно его убрал. Ждут выпада второго парня. Ну и поляки как-то на самом деле потерялись. Они могли сыграть, я считаю, намного лучше в этом раунде. Просто момент такой неясный был. Вот Паша погибает на дуге, да. И атака думает, что это либо поджим с дуги, или поджим меда. И тусуется тупо в яме. Вместо того, чтобы попытаться разыграть второй мидл сразу же в ответку такому хардкору. Если бы, например, они пошли второй мид быстро и сыграли с коврами внимательно. Плюс запрыгнули бы там с телеги в люльку. То могли бы убить весь упор. Но сейчас они что, вот втроем будут сейвить девайсы против пятерых, конечно. Здесь они перейти не хотят, хотят оставить эти деньги. Но у них еще, смотрите, 2900 есть у Нео. Это калаш. 6500 есть у Кубина. Это два калаша. И 1600 тупашу. Он берет армор, берет флеш. Ему сейчас полетит дроп. Ну и в принципе все. Плотный бай обеспечен. Плюс есть раскидки. Единственное, что только у Лурда ее нет. Вот он ее купил. Лег дроп. Второй. У нас играли в два дропа. Игроки польского коллектива. Ну и попытаются сейчас через второй мид что-то сделать. Втроем быстро действовать. Ну вот да, после вот укрепления на коврах, конечно, это логично. Попытаться разграть второй мид быстро и запереть сразу позиции в упоре. Лурд, смотрите, сейчас сразу будет разыгрывать уверенно. Ну вот он очень быстро по таймингу занимает эту позицию. Знает, что там скорее всего будет АВП. Новый ПП пока что нет. Готовится прогрен на библу. И это будет врыв 15. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, здесь 3Б повторно. Идет хилпа. Все, минус на центре. Но надо рвать 15. Спину уже поджимают. Сейчас все, опоздали. Опоздали. И вот все, защита пришла. Был шанс. Был шанс ворваться на 15, сыграть быстро. Но поляки опять вот из-за своей вот этой методичности, медленности, там прямо адских действий не успели пробежать незамеченными. Но тем не менее, они продолжили играть по этой схеме. И им удалось открыть 15. Оупен фраг первый пыл, но они не закрыли хилпу. Так игра против плента. Нео, джамп, минус. Ну и один в два попытается сейчас Филипп Кубский сыграть. У него есть бомба. С двадцатки экзистенс, НБК 15. Бомба ставится. И я не знаю, что сейчас будет делать Филипп. Но против него стоят два очень-очень крепких парня. Да, они будут заходить сразу. Он вот, как видим, пытается стоять здесь в дыму. Вот пытался все попасть. Минус один есть, один на один. Подмолотовым мы, Натан. Как красиво сыграл, конечно, НБК здесь. Здесь подождал, подождал, когда... Ну, он засчитал просто действия Нео. Но он, конечно, тоже ломанулся. Бомба has been defused. Счет становится 12-8. Убедительная попытка атаки от ЕС и Гейминг. Практически эта атака принесла им раунд. Но они сломались. Они сломались на стадии отбивания этой бомбы. И потерялись в разминах. Ну, они по таймингу проигрывали, опять-таки, да. Вот это вот хелпа, да. Вот это 3б. Ой, смотрите, 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 смотрите. Эти снова голубки пошли втроем на б. Ай-яй-яй. Ну, на этот раз там им повезет. На этот раз там они хотя бы смогут устроить шоу. НБК это точно. Потому что поляки сливают. И это слив в сторону б-плента. Который НБК должен просто выигрывать спокойно. Но он лезет зачем-то в аркаду. И появляется шанс его убить. Почему? Ой, там минус 3. Вот только-только НБК отошел от флешки. Там было уже дано 3 фрага и неосака. И, кстати, поляки играют не слив. Они играют бай и проиграли пушу с дуги. Надо просто давать гранаты вначале. Или туда какой-нибудь молотов на всякий пожарный забабахать. А как раз случай-то пожарный. И нужно сделать из него антипожарный. Так, флешка мид. Прикольная такая моменталочка. Вот она от смитца сразу же залетела. Как я понял, вот сюда. Да, не, ну вот здесь вот прикольно. То есть тут мид можно отдавать и потом его флешить и выходить. Нео минус 20-ка. 1 в 4. Ну, попытается сейчас польский титан проявить в себе функции тирана. И потерроризировать немножечко команду варигеймс. Ну, у тех позиций. Ну, радует, конечно, во всем этом раунде. Вот то, что у Нео есть бомба на руках. Может, ему здесь сейчас повезет. Так, не, ну вот на миде постреляться ему здесь недавно пока что с экзистенсом. 12-9. 12-9. Поляки, кстати, очень сильно рискнули тем, что взяли девайсы. И это немножко напрягает. Я бы даже сказал, очень немножко напрягает. Во-первых, теперь точно Эко предстоит играть. И во-вторых, это уже предпосылка к тому, что экономика просела. ВГ могут почувствовать излишнюю уверенность в себе. Но я думаю, следующий раунд, если опять вот так вот будут играть в ВГ, поляки к этому должны быть готовы. При том, что Паша... Ну, они, скорее всего, чтобы быть убедительными, снова играют в 3Б, чтобы показать, что они играют постоянно. На следующий раунд все может быть по-другому. У поляков, конечно, какой-то свой план, но подстраиваться пока они не собираются. Опять же, вот как и сказал Ангел, да? Поляки такая команда, которая на этом турнире пытается играть в какой-то свой Counter-Strike. Не хотят они здесь нормально реагировать неадекватно на все расклады. Ребята, АИ-7 не для игры, предназначен для игры. АИ-5 покупайте, вот кто-то советует. Нормально, АИ-7, все супер. У меня и поиграть, и постримить, и вообще там, не знаю, видео посмотреть офигенно. Ну и 10-12 становится счет. Два раунда преимущества за собой оставляет команда ESC. И сейчас они попытаются набрать еще одно очко перед грозными французами. Но пока непонятно, как, куда и почему они это собираются делать. Как, куда, зачем и почему они это собираются делать. Итак, давайте смотреть за встречей. Игра через второй мидл от команды ESC. Попытка перестрелок с люлькой. Но опять же, в люльке никого нет. И посмотрите, как ESC делают. Вот зная о том, что французы оказались любителями поджимать ковры, и поляки сразу пытаются вот прострелить вот этот угол. Ну, знают, что там может быть и ВП. Тупка на самом деле шьется отсюда, если я не ошибаюсь. Ну, вот если этот прострел не убрали, то... Где он тут? Да господи, вот меня так это раздражает. Если этот прострел не убрали, то отсюда можно нехило нагреть чувака, как бы простреливая вот эту дверь. Но пока этот прострел, конечно же, здесь не нужен. Интересная позиция на чек от Смитса. Обратите внимание на чек. Вот там маленькая-маленькая-маленький-маленький-маленький пиксель, в который Смитс пытается чекать выход. Его задача просто увидеть, после этого сразу дать флешку. А ковры ему никто не... А, ковры ему на выходе ассистируют. Понятно, понятно, почему он так сидит. Так, интересный Молотов под Б. Existence NBK там вдвоем. Поляки будут сейчас пытаться открывать нит. Ну, вот в этот момент надо было бы Паше, конечно, пытаться проходить дугу. Но здесь есть шансы 5 в 3 ворваться. И пока все в дыму. Ну, да, да. Дали предварительный дым. Подготовили Плэнт. Падает у нас Лурт. Его сразу ловит Кеннис. Упал. Погиб. Знает о больших песках. Знает, что там есть Смитс. Поляки продолжают играть свой выход на Плэнт. И размен с Плэнтом не совсем хороший, конечно же. 2 в 3 ситуация. И контроль над ситуацией на Плэнте получает команда ESC. Занимают пески. Пески за Кубиным. Одна граната влетает в 15. Слишком рано. Ну и 20 в 15 будет выбивание. Сейчас Existence малая. И NBK будет пытаться выходить на двадцатке. Ну вот он уже пытается здесь постреляться сигаретой. Ключевой игрок, конечно, Нео. Надо убирать NBK. Остается красный NBK. Минус NBK. Нет, Existence убивает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Два в одного. Ну как так? ESC. Ну что ж такое? Нео не добил первого. По какой-то хрен Кубин начал зажимать, когда стал делать стрейф. Не убил никого. Ой, в итоге два красных француза, божьим чудом, просто берут этот раунд. И у поляков сейчас, наверное, терпилка точно закончилась. Вот тут надо... Тут нужно радикальное решение, радикальное действие. Надо просто пробежать. Пробежать и взять раунд. Вот и все. Теперь поляки не выиграют. Ну как не выиграют? Вот все. Последний шанс. Последний шанс закончить... Закончить здесь игру... Не тоже закончить здесь игру в преимуществе. Здесь игра еще не закончена. Здесь сейчас самый разгар, самая тупиковая ситуация начинает наступать. Тут есть так же шансов, как у поляков, так и у Вери Геймс. Просто у Вери Геймс здесь уже одна карта выиграна, и может им от этого где-то легче играть, и поляки где-то из-за этого переживают, нервничают, волнуются. Но я думаю, вряд ли. У этой команды опыт легендарный. Ну и между прочим, это две самые титулованные команды на всем земном шаре. Одни титулованные в Counter-Strike Сурсе. ESC Gaming, конечно же, в 1.6 в классическом КСе. И вот в новой для них дисциплине пытаются не уехать домой с чемпионата в Праге под названием MD SACFIR CSGO Invite. Inviting турнир. Ладно, давайте смотреть. Ну что, опять, походу, хотят 5-3 они. 5 в 3 ворваться. И посмотрите, здесь ушла стяжка на B тайминговая. Ох, вот это вот уже интересно. Здесь французы влажают. Ну, французы пытаются просто поэкспериментировать, а эксперимента не получается. В итоге Кеннис дает минус при проходе на двадцатку. Минус 2 от Кенниса, Смит с дыма. Ох, поляки, поляки. Это, конечно, ну это ни хрена не успех. По сути дела, как бы сейчас поляки не смогли выйти в пустой плент и сдохли. Просто тупо потому, что ждали, когда рассеется дым на мидле. Вместо того, чтобы действовать через ковры. Ну, я даже не знаю. Здесь этот раунд вряд ли удастся взять. Просто 2 в 5, как бы, Такое выбивание обычно Берет и проходит. Все. Ну, вот первый минус и минус 3. Минус так, размен. Ну, все, последний остается в песках. Дожимает здесь Смит, как видим. Ну, в качестве разменного играл Смит с Увери Геймс. Мы видели несколько фрагов с больших песков от Лурда. Ну, и они тоже не решили. Ну, что, 12-12. Увери Геймс сравнивает счет с польским коллективом. Ну, и полякам сейчас надо вершить чудо. Берут девайсы. Респ здесь. Не, вот на карте Д'Инферно, кстати, я считаю, что респ очень сильно важен, потому что вам надо по-любому, если вы играете там какую-то быструю дугу, здесь надо давать какую-то флешку. Но тут обычно, опять же, все будет в дыму. Скорее всего. Да, поляки будут играть Ля Классик, второй мид тройка. Выход двадцатка, скорее всего, прострелы люлечки. Ну, это дефолтный раунд от них. А вот в Ригеймс в этот момент рискует. Смотрите, поджимает снова втроем с Б. Ну, как рискует? Им именно вот эта вот игра втроем на Б принесла, в принципе, первые раунды за защиту и какие-то надежды на то, что на этой карте они в дефенсии все-таки смогут побороться с ЕСЦ. Ну, при их уверенной стрельбе я думаю, может получиться так, что они сейчас перевернут, конечно, поляков, но мы-то... Мы болеем, мы болеем реально. Здесь мы сидим, болеем. Мне даже не хочется чего-то анализировать. Я просто хочу победы от ЕСЦ на этой карте, чтобы мы смотрели с вами третью. Потому что, если третьей карты не будет, то у нас будет полуфинал, скорее всего, Зетнейшн против Вари Геймс, либо... Либо... Соперник Зетнейшн, которого даже называть не хочу. Надеюсь, что Зетнейшн все-таки выйдет в стадию полуфиналов и попытает счастья за путевку в финал. Но, опять же, поляков будет выиграть намного легче, я думаю, чем команду ВГ. ВГ безумные стрелки. Так, ну что, готовится врыв сейчас на плент и Экзис инспалил, в принципе, весь будет на Б. Как видим, Паша, минус Экзис. Мистонс минус РПК. Отлично, поляки из последних сил. Открывает Б. Плент. 3 в 5 ситуация. На выбивание Вари Геймс все равно будет выходить. НБК присыт. Предстоит отдать сейчас Б. Плент. Нео самое главное, что смог убить. Посмотрите, вот Нео сейчас стягивается с медла. За ним, в принципе, уже... За ним уже есть хвост. НБК пытается отхалдиться в церкви. Но за ним уже выехали. Вот он пытается здесь Кубина прострелить. Попал по нему чуть-чуть. Думает, что сейчас будет врыв. Не знаю, где находятся игроки польского коллектива. Ну и Вари Геймс планирует здесь засейвить девайсы. Очевидное и правильное решение. Не стали рисковать. Вот едва-едва Кубина вышел за бешеным НБК, как тот уже свалил. Ну и 13-12, как видите, да? Ну что, кто говорил, что ESC-ом собираются? Так, слэм, нави и ESC. Две единственные команды с 1.6, которые пришли в гоу без изменений. Или есть еще кто-то? Ну вот из топовых коллективов только эти. Только эти. Остальные все команды воспользовались услугами Сурс игроков, если я не ошибаюсь. Ну вот те же Фнатики взяли Рютера пятым к себе в состав. Фнатик нет, Фнатик взяли себе Рютера. Existence. Тут кто-то пишет. Existence. Кто такие Existence? Опять про Фнатик начали писать. Нет, Фнатик брали себе Рютера и он будет их проводником, по-моему, в мир Global Offensive. Ну а не с Рютером, понимаете, за пять дней как бы задрочили до того, что начали уничтожать на DreamHack'е так, что все в шоке с их игры были. И поляки, которые там три, не знаю, три подряд не указали. Так, я хочу знать, что там с Колом. Да все нормально с Колом, я думаю, он даст и себе знать, как только вот найдет себе команду. Просто ему сейчас будет... У него, понимаете, у него, как я понял, вот круг общения с игроками, да, это как раз те люди, которые с ним выступали и половина этих людей как бы не хочет играть в CSGO, не хотел играть в CSGO, либо завершили свою профессиональную карьеру, либо что-то еще. Но здесь размен. Четыре в четыре. Поляки на второй мидле их пытаются отпушить. Сейчас Верри Геймс, там все в дыму, вообще все, и задача была зачитать. У поляков этот выпад на второй мидл. Existence, кстати, уже в яме, минус от Кенниса на коврах, и Тасс сейчас попытается отбиться от Existence, как я понимаю. Но Тасс особо сильно не спешит, Existence уходит, отдает дугу, Тасс открывается на мид, чекает мид, увидел дугу, дал о себе знать, также в ответку. И поляки будут, наверное, сейчас пытаться как-то перестроиться, если я не ошибаюсь. в этом раунде. Нет, они даже перестраиваться не стали, они спокойно как бы решили сыграть в одно звено, но выходить они будут вот на этого парня, и по-моему... Хотя есть дымы, да, есть дымы, есть флешки, но дым здесь как бы Кеннису не проблема, минус один дает, минус два, оп, промазал, оп, плент, оп, задел, но там Тасс, там есть Тасс, и Тасс остается против этого безумного авэпера, а вы посмотрите, что творит Тасс просто, 7 секунд до конца раунда, и Тасс пытается успеть добежать до бомбы, но здесь уже... За него все решил РПК, 13, 13, слушайте, я не могу на это смотреть, я вот просто на это смотрю, и меня сейчас уже начинает разрывать в голове. Я сейчас готов себе врача просто вызвать, чтобы мне прописали, не знаю, кровололу. Переживаю я очень за ЕСС, вот эти вот переживания, оправданы тем, что сейчас парни играют Тэка, и потом им предстоит уже играть в качестве догоняющих. А не в качестве, опять же, лидеров по раундам. Но это вторая половина. Второй половине. Ну, либо вы берете, либо вы не берете, как бы. Ваш капитан всегда с вами. Но экшен, тем не менее, все равно продолжается. Так, РПК минус Лурд, тем временем. Ну, и на эко-раунде, в принципе, ЕСС ничего не придумывали, решили просто кучей сыграть через ковры, знают они, что вот Кеннис с ВП. Вот как только ЕСС, я думаю, придумают, что делать с Кеннисом, проблем у них не будет. Опять же, из 4 раундов, в 3, Кеннис сделал минус 2, вроде, если я не ошибаюсь. Настрелял себе 21 на 19, на 2 МВП, но он уж, конечно, очень жестко Савика рубил, тем более, очень плотно разыграл против 20-ки, 20-ка была подготовлена дымом, здесь, конечно, он, как видим, промазал, но Смитс закрыл неплохо с 20-ки, то же самое делает РПК, вот тут отправили Кубина сальтом назад на 20-ку, и сейчас будет минус, наверное, на центре последний. Или ТАС еще там побежит, добежит до Б, добежит до Б или нет? ТАС еще и с бомбой. А, ТАС бомбонос, представляете, сейчас заходит на Б, дает рандомом по НБК, в голову, берет, ставит бомбу, и этот раунд каким-то чудом можно взять. Нет. Обратили внимание, как бомба нырнула туда? И даже еще мигает при этом. Ладно, все, 14-13, у Вери Геймс преимущество на один раунд. ЕС и Гейминг в упорной борьбе, вот они боролись на Нюке, на этой карте были лидерами, сейчас в ВГ их, конечно, здесь подшатали, подкачнули, но Вери Геймс явно не та команда, которая в финале сможет дать, тоже дать, которая сможет составить конкуренцию не по моему МХО, они их должны просто вдергивать, хотя, опять-таки, в Вери Геймс смогли сделать очень-очень много выводов после Дримхака. Если сделали, то все так. Ну, если сделали, то все должно быть нормально. Пока видно, что у них выводы были, конечно, по поводу Инферна, но непонятные. Так, ну вот, контр-вип от МИД, 4А играют сейчас в ВГ, пытаются сыграть наугадай мелодию, наугадай раунд от ЕСС, и, по-моему, это провал. Да, ну, если поляки сейчас... Все, все, поляки едут, по-моему, домой сейчас со счетом 2-0, потому что здесь уже матч-поинт у Вери Геймс, ну, тут Смитс просто, посмотрите, что сделал. Взял просто, убил всю команду польского коллектива, и сделал счет 15-13. Ну, Вери Геймс сделали ставку, вот этот вот товарищ, который мне сейчас прислал приглашение, он отправится в бан во всех группах Киберарена ТВ, в группе Киберарена ТВ, и все, что относится к Старладеру. Так, злой я, злой, потому что ЕСЦ проигрывают. Ну что, Вери Геймс сделали ставку на укрепление Аплента в последнем раунде, у них, в принципе, это получилось, у ЕСЦ еще остается возможность как-то побороться, как-то побороться на ЭКО, не то, что на ЭКО, как-то побороться до счета 15-15, но у них здесь П-250, деглы, они идут на Б, ну и, как я вижу, да, решили они не брать девайсы, не халдить, и просто, просто сыграть ФСБ. Ну, ВГ их здесь, естественно, подождали, просто отжали, удалось убить только, вот Паша раздобыл себе девайс, дал минус, минус 2, и 1 в 2 остался в ситуации, бомба на руках, посмотрите, сейчас Паша может затащить раунд. Если затащит, может быть, мы увидим тех самых крепких парней из Польши. Вот задача Паши сейчас не проиграть перестрелку с люлькой и грамотно уйти в арку, да, уходит он в арку очень-очень грамотно, при том, что он знает, дистанцию забрать его, посмотреть, что делает НБК. Ну, это нож, это нож просто, от Паши. Надо резать. Паша решил здесь поприкалываться. Еще из первой пули не убил. Продолжается приглашение в группу в Симе, друзья, я понимаю, вы такие классные, что хотите в свою группу пригласить, но я просто Сим выключу, чтобы нам не мешали нотификации. Вот не палился, не палился, испалился. Ну и Паша сейчас может потащить на самом-то деле. Так, НБК меняет девайс, будет играть 1 на 1 против Паши. Паша 20, НБК, флеш, тюрьма. Хае тюрьма. Он без флешки сыграл. У него флешки еще, по-моему, есть, да. Но это как туз в рукаве против Паши, и Пашу сейчас это должно немножко врасплох застать. Но обратите внимание, Пашу не видно. Пашу не видно. Нет, теперь видно, теперь Паша пошел на плен, спалился за дефолтом. Его пытается здесь НБК как-то нагреть, ну и НБК уносит свой девайс, забирает свое ВП, будет сейвить его, естественно. Паша прячется в угол, бомба взрывается, 26 хп остается у Паши, ну и он счастлив. 15-14. Не-не-не-не-не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Просто так ЕСЦ домой нельзя просто так взять и обыграть ЕСЦ, когда у них уже есть за 10 раундов. Вот та самая старая поговорка, к которой за два года наблюдения за польской пятеркой мы пришли. Ну, мы пришли к этому выводу. Вот два года парни таранили, два года брали десятый и после десятого давали камбэки. Не, ну стоит опять же вспомнить, ребят, что поляки это команда, которая способна как эмоционально, так и вообще, в принципе, взять и сделать камбэк. Как бы вообще там счеты, которые мрачные, даже и доигрывать не хочется. Ну вот Паша сейчас дал надежды команде, но тем не менее, у соперника экономика, и это главный аргумент. И плюс они пропустили походу яму, да-да-да, смотрите, что сейчас будет. Ну сейчас просто будет минус три. Не понимает, откуда его убили. Ой-ой-ой, Смит вжимает, ответка от лурда 2 в 2, 2 в 2, и вся надежда сейчас на Нео, у него 100 хп, лурд красный, идет раскидка 15, пытается выйти на 15 от гранаты, вот едва-едва, тут Кубин не погиб, занимает мид поляки. Их ждут ВГ, вот здесь вот надо как раз-таки играть маневр под Б, плент был, и вот уходит один на Б, один остается в библее. Нет, 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 не ушел на БК, не состался. Ну, пошел чекать Дугу, посмотрите, поляки смещаются. ВГ, наверное, принимает решение, что если... Да, ВГ принимает решение запушить мидл, и сейчас они выйдут в пуш, но здесь уже никого не застанут, они врасплох. При том, что, смотрите, они не чекают двадцатку. Но если поляки пошли на 20, то бомба была бы уже поставлена, и вот он успех от команды. Ври Геймс оставляет, не знаю, 6 хп, 2 хп оставляет Кубин на 2 сотых, Кенис Экзистенс. Я не могу на это смотреть, я не могу на это смотреть, друзья мои, я сейчас просто умру. Умру здесь, врача мне! Этот раунд надо взять, понимают, это поляки, понимаем, это и мы. Ну, пожалуйста, ЕСЦ! Заходят на кафель французы, пытаются играть очень аккуратно, понимают, что... А вот поляки-то все красные, ой-ой-ой, за хуй, заносит, первый красный есть. Стрельба в 2, минус 2, на это тимкил от Нэо, 1-1, Нэо остается играть, 6 хп против Кениса. Развод на Дефьюз, красный Нэо уходит, не успевает Кенис простреливать, и садится Дефить. Садится Дефить, понимает, что это Дефьюз, Нэо простреливает мимо. Мэри Геймс берут этот раунд с равным дымом, с равным Дефьюзом в дыму, это 2-0, и ЕСЦ Гейминг отправляются домой. Какого лешего, секунды не хватило, просто вот чуть-чуть мышкой вправо, и поляки бы продолжили бороться на овертайме, но вот тут просто, я не знаю, что это. Да это не КС нахрен, это дым, 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 беспощадный дым, который испортил все. Это, конечно, беда, но тем не менее, друзья, ЕСЦ выступили очень достойно, они в дико-диком напряжении держали своих оппонентов из Верри Геймс. Верри Геймс практически могли оказаться проходным соперником для них. Но вот, к сожалению, к сожалению, не получилось у этих ребят это сделать. Но мы в любом случае пожелаем полякам удачи, я к вам вернусь чуть-чуть попозже, мне нужно выдохнуть и отдохнуть. Я, наверное, вам сейчас включу на автодиректоре матч ZN против MyDGB. С комментариями я пока что завяжу минут на 10 и приду чуть-чуть позже. Ну и мы посмотрим на ZN, выйдут ли они в полуфинал. Но в полуфинале их уже будет ждать команда Верри Геймс, которую изрядно плотно напрягли поляки. И я даже... Ну мне даже просто сложно сейчас представить, что будет, если ZN попадут на ВГ. Но в ZN в любом случае поболеем. Для меня это последняя команда на турнире, за которую я болею. Ну а дальше мне турнир уже просто будет... Хотя нет, хотя принципиальный финал это Верри Геймс. Посмотрим, что ВГ покажут дальше. Ладно, давайте зайдем в матч MyDGB. Вот у меня не коннектится. Нифига к матчу. Ой, законнектилось, там еще до DAS 2-7. Ладно.